Всем привет! Сегодня мы с вами посмотрим на весьма любопытный продукт от Corsair. На мой взгляд это их первая мышь, которая действительно стоит внимания. Что делает Corsair Cutter Pro привлекательной? Три вещи на самом деле. Первая это классическая удобная форма. Вторая это нормальная начинка. Ну и третья причина это адекватная цена за получаемую начинку. А этого обычно не ждешь от бренда с таким известным именем как Corsair. Но давайте я сейчас по порядку расскажу, почему я считаю эту мышь одной из лучших в бюджете около 2000 рублей. И начну эту повесть я с распаковки. Коробка выглядит приятно, дизайнеры явно не зря получали зарплату. Все стильно и по-взрослому, чувствуется что Corsair не первый год на рынке и свой стиль они уже сформировали. Внутри же все скромнее, из полезного только сама мышь. Ну и давайте я сейчас ее перед вами подержу, а вы пока подумайте, какого конкурента напоминает эта форма вам. Ну что, догадались? Если да, то пишите в комментариях. И всех кто напишет что-то отличное от G102 можно будет сразу отправлять к окулисту, ведь сходства очевидны. Но Cutter Pro лишь напоминает мышку от Logitech. На самом деле форма своя, а что еще важнее, оформление свое. Посмотрите на паттерн на боковинках, а как вам еле заметны лого на спинке. В совокупности мышка выглядит более взрослой, чем G102. Ну а выдает геймерское происхождение свечение колеса. Подсветка хорошая, так как цвета яркие и насыщенные, а переливания плавные. Равномерность свечения тоже на уровне. Короче, за оформление от меня Corsair получают однозначно лайк. За форму тоже лайк. На моей памяти это первая мышь Corsair, которая не вызывает вопросов, когда берешь ее в руку. Тут все просто, без непонятных вырезов и выступов. Максимально простая и универсальная форма. Но давайте все по порядку. Сверху видно, что у мышки узкий зад, а самое широкое место ровно по центру корпуса. Если посмотреть спереди, то можно заметить, что бока заметно скошены. Если посмотреть сзади, видно, что корпус сверху широкий, и он заметно сужается к низу. Ну а если посмотреть на мышь сбоку, то можно заметить, что горб немного смещен назад, а также то, что бока высокие. В совокупности все эти аспекты означают следующее. Мышка превосходно лежит в руке. Широкий и смещенный назад горб дает предостаточно поддержки ладони. Высокие бока простой формы позволяют располагать пальцы где хочешь. В руке мышка ощущается как нечто среднее между Logitech G303 и G102, причем умело совмещая только лучшие аспекты тех форм. Теперь давайте пройдемся по ситуации с хватами. Ладонный возможен только если у вас очень маленькая ладонь. Основной это коготь или нечто среднее между когтем и пальцевым хватом. Просто пальцевый тоже более чем возможен. И все это справедливо для ладоней самых разных размеров. Мышка одновременно удобна и мне с ладонью в 19,5 см в длину, и моей супруге, у которой ладонь всего 16 см в длину. Сверху же я вижу только 1,2,2 и с натяжкой 1,3,1. Все же формовка кнопок и отсутствие места отдыха перед колесом ограничивает применимость 1,3,1. Качество сборки очень хорошее. Мышка ощущается монолитной. Ничего в корпусе не хрустит и боковинка не продавливается. Дно идеально ровное. Короче, за сборку однозначно зачет. Покрытие тоже удачное. Вся мышь это немного шершавый матовый пластик, но на боках ему добавлен узор, что на самом деле заметно так помогает с держаком. Мышка даже в очень потной ладони держится уверенно. Основные кнопки не идеальны. Но перед тем, как я скажу почему, давайте их послушаем. Клики приятны, как акустически, так и тактильно. У них приятная длина хода, хорошие усилия и из-за того, что панели отделены от корпуса, хорошая скорострельность. Накликивать можно изи. Причем по всей площади панели. Быстродействие кнопок тоже прекрасное. Свечи под LKM и PGM кейлы с синим толкателем. Но помните я говорил про то, что кнопки не идеальны? Так вот, на моем экземпляре правая кнопка в ненажатом состоянии не касается свеча, отчего слегка дребезжит. Это скорее всего особенность моего экземпляра, так как с левой кнопкой все просто идеально. Но это надо иметь в виду, так как могут попадаться экземпляры, где все хорошо, а также такие экземпляры, где обе кнопки могут быть связьянами. Боковые кнопки, несмотря на симметричный корпус у Катара ПРО, только слева. И они очень хорошие. Пожалуй, единственное, к чему я могу придраться, так это к размеру панелей. Хотелось бы кнопки чуть крупнее, но в остальном все топ. У них приятный клик, как тактильно, так и по звуку. Оцените сами. Также радует и подгонка, и то, что кнопки легко дифференцируются. Да и нажимать их можно и слайдом, и простым нажатием. А их расположение такое, что и в когте, и в пальцовом хате обе кнопки легко доступны. В качестве микриков опять используются свечи Kale. Клесо меня на самом деле тоже порадовало. Давайте послушаем. Осечки четкие. Прокрутка равномерная и не чувствуется зажатой. Скролл достаточно тихий. Но то тут, то там иногда слышен едва заметный треск. Наверное, единственное, что меня немного разочаровало, так это применение дешевого свеча под клик-колеса. Звук нажатия так себе. Тактильность тоже уступает обычным микрикам. Но возвращает позитив кнопка смены DPA. Чем? Во-первых, тем, что она есть и тем, что она работает. Ну и тем, что кликать ей приятно. На дне Cutter Pro нашли себе место две тефлоновые ножки и колечка вокруг сенсора. Тефлон неплохой, но вот толщины ножкам явно маловато. Они едва выступают из корпуса. Впрочем, гладь все равно нормальный. Не отличный, да, но то, что есть, вряд ли будет кого-то сильно бесить. Ну а за колечко вокруг сенсора от меня отдельное спасибо. Вес у проводной версии Cutter Pro маленький, а весовой баланс почти нейтральный. Есть небольшой перевес на перед мышки. Впрочем, поднимать мышку с ковра эта особенность не мешает. Кабель, пожалуй, первое место, где чувствуется ценник в 2000 рублей. Это не прокорд и даже не кабель в оплетке. Обычный резиновый шнур, достаточно тонкий и не очень гибкий. По коврикам скользит он неплохо, но гибкости ему явно не хватает. А еще из-за его диаметра далеко не все держатели смогут надежно фиксировать такой кабель. Проводной Cutter Pro достался сенсор Pixar 3327. И для бюджета в 2000 рублей это, пожалуй, лучшее, что можно было ожидать. Ведь каких-то глобальных проблем у 3327 нет. Пожалуй, единственное, что стоит отметить, так это высоковатый лот, который равен примерно 2 DVD на черном тканевом коврике, и немного уплывшие реальные значения DPI. В остальном же 3327 выглядит как хороший и взвешенный выбор для цены мышки в районе 2000 рублей. Настраивать мышь можно с помощью унифицированного софта IQ от Corsair. В принципе, софт ничего так, но мне не понравилось то, что весит софт почти полгига. Ну и тем, что некоторые аспекты расположены не совсем логично. Но в общем и целом, софт визуально приятный и привыкнуть к нему можно. Кстати, обновление прошивки тоже у него зашито, так как мой Cutter Pro при первом подключении попросил себя обновить. Ну и наверное, это все, что я хотел сегодня вам рассказать про эту мышь. Я думаю, из обзора вполне очевидно, что Cutter Pro мне понравился. И учитывая, что у GTX зачем-то решили испортить свою G102, Cutter Pro становится действительно интересным предложением. Ведь посмотрите сами, за 2000 рублей мы получаем привлекательное, хорошо собранное изделие, которое порадует нас и хорошими кликами всех кнопок, и нормальным колесом прокрутки, и неплохой начинкой, и низким весом. У этой мышки, по сути, есть только один минус. Это дубоватый кабель. Но если он вам будет так сильно мешать, то всегда можно его заменить на паракорд. Это несложно и нынче не очень дорого. В остальном же Cutter Pro сложно придраться. Все выполнено на хорошем уровне, и если честно, я такого от Corsair не ожидал. Да, я давно их фанат водяных систем охлаждения, их SSD, но их периферия всегда выглядела какой-то странной. Cutter Pro же не такая, это нормальная мышь, с хорошей удобной формой и очень хорошим соотношением цена-качество. За предоставленный образец спасибо компании Corsair, но этот факт не повлиял на мою оценку. Просто мышка действительно получилась, и все ранее сказанное действительно мое честное мнение о продукте. Ну и наверное настал момент, когда нам с вами надо расстаться на пару дней. С вас просмотры, лайки и подписки. А с меня подготовка нового обзора. Если все пойдет успешно, то мы с вами обязательно вновь услышимся через пару дней на канале ProDevice. Как и всегда, с вами сегодня был Ядушел. Всем пока и берегите себя.